Доброе утро, дорогие друзья, доброе утро, и с вами я, Роман Дусенко, в свой прекрасный день, день рождения, мы сегодня подгадали, чтобы было все так, и программа «Бизнес-завтрак» на радио «Медиаметрикс». В моей студии сегодня великолепный человек, интересный собеседник, товарищ по цеху, можно сказать, да, и, ну, просто вот, знаете, бывают такие моменты, когда ты, вот, достаточно один раз человека увидеть, и возникает какой-то контакт, и несмотря на то, что вы можете не встречаться какое-то время, просто созвониться, поговорить, и для меня это именно этим человеком стал Константин Харский. Костя, доброе утро. Спасибо большое. Доброе утро, Роман, с днём рождения. Я прям счастлив, что сегодня удалось тебя лично поздравить и пообщаться с тобой, замечательно. Отлично. Ты, наверное, знаешь, что я пытаюсь поднимать тему управления, вообще менеджмента, так как я сам корпоративный менеджер, там, многие годы, и стараюсь делать, и вся наша цикл, наша программа, вот уже второй год мы изучаем вопросы, как эффективно управлять людьми, кто здесь только не был, и невербальные коммуникации, Андрей Нинчук прекрасный, интереснейший человек, и HR-директора крупнейшей компании, мы много-много-много говорили, но как ни странно, вот я вчера посмотрел темы, то есть мы говорим эффективно, я говорю спикеру, давай приходи ко мне на радио, поговорим о том, что ты умеешь лучше всего, и это будет эффективность через, и ты называешь это через что? И количество людей, которые выбрали эффективность через корпоративную культуру, превышает 50%. И всё-таки удивительная вещь, что вроде неосязаемая, неформальная, трудномеряющаяся, для большинства людей особенно, вот я вчера прилетел со своей малой родины, в городе Комсомольск-на-Амуре, и я вот если начинаю с людьми загореть, их предпринимателями корпоративной культуры, они немного смотрят по меня. Грустнеют. Да, грустнеют, и они как-то так сжимаются, а это что, типа, это деньги, это там пьянка какая-то вообще, да, что-то ещё. А вот когда начинаешь уже немного по-другому говорить, там через человека, через самого заходишь, через его понимание, там, мы сегодня часто будем говорить слово ценности, потому что я именно выбрал эту тему. Когда мы с тобой познакомились, ты рассказывал о сторителлинге, о продажах, о сервисе, была великолепная лекция, я с огромным удовольствием слушал, улыбки были. Сам бы заслушался. Улыбок было много, но потом мне сказали, что человек, который в России занимается темой ценности, а я тоже пытаюсь к ней как-то подойти, был ты. Я сразу зашёл на сайт, начал читать твою книгу, перечитываю её регулярно для того, чтобы, потому что, знаешь, это как ты сегодня говорил про фонарик. С фонариком идёшь, что-то осветил, что-то ещё прочитал, что-то ещё. В следующий раз прошёлся, другое увидел. Большинство спикеров, которые были здесь, они отмечали ценности, но моя практика говорит о том, что ценности так и остаются где-то там на сайте, и ничего не идут дальше. Давай сегодня попробуем приземлить эту тему, и я очень буду рад, что мы с тобой продвинемся, потому что по большому счёту, это, знаешь, ты да я, и больше у нас в России это никто этим в корпорации-то не внедряет. Буду очень рад. Я с большим удовольствием поговорю и расскажу всё, что знаю про ценности, но вот ты поднял вопрос корпоративной культуры, и я хотел бы начать с этого, потому что корпоративная культура – это одна из форм существования ценностей. Вот ценности, они же неосязаемые. То есть, получается, не ценности составили корпоративную, а сама корпоративная культура является ценностью. Форма существования ценностей, вот ценности у человека, вот как они существуют, вот где они, в голове, мозговая структура там какая-то, или что это? Ты знаешь, первый раз, когда я познакомился с ценностями, мне показали какой-то слайд, наверху поведение, потом образ мысли, убеждения и внутри ценностей. И вот человек сказал, что чтобы поменять образ поведения, модели поведения, необходимо заглянуть в ценности. Наверное, необходимо, только я не знаю, как. Как ты в них, вот в чемодан знаю, как заглянуть, а в душу как заглянуть, не знаю. И вот культура, ну, то есть, это гипотеза, мы можем так думать, что корпоративная культура – это форма существования ценностей. Наблюдая корпоративную культуру, мы в тот момент наблюдаем ценности. И я хотел бы поделиться своим пониманием, что такое корпоративная культура. Я немного смущаюсь в том смысле, что сейчас жизнь многих слушателей изменится и никогда не будет прежней. Просто после того, что я скажу… Для этого существует радиомедиометрикс. Да? Да. Я, как было время, когда я думал, что корпоративная культура – это мероприятия, это герои, это вот… Корпоративный кодекс. Кодекс, это вот это всё. А потом мне по работе пришлось выполнять такую задачу. Мне приходилось отели обращать в нашу веру, и мне давалось три месяца. То есть, мне давали три месяца, чтобы любой отель стал отелем Рейкардс. И переделать корпоративную культуру, я тогда понял… То есть, ты жил в этих отелях три месяца фактически? Ох, чего только не было. Я приходил в новый коллектив и говорил, я директор по корпоративной культуре. И люди с облегчением вздыхали, потому что если есть директор по корпоративной культуре, значит, будет корпоративный Новый год. Но они же не знали моей следующей фразы. Моя следующая фраза была такой, я говорю, у меня есть три инструмента управления – плётка, сабля и пулемёт Максим. Некоторые смелые спрашивали Константин, а что там насчёт пряника? Я говорю, а пряника нет. Есть плётка, чтобы поговорить с вами, есть сабля, чтобы лишить вас лишнего. А что у сотрудника лишнее? Это премия. Она всё время ему мешает. И пулемёт Максим, спасибо большое, вы нам больше не нужны. Вот обращая отели в свою веру, я понял для себя, что такое корпоративная культура. И этим пониманием хочу поделиться. Просто для краткости сейчас я скажу только вывод. Если потребуется аргументация, я с удовольствием. Чтобы понять корпоративную культуру компании, нужно узнать, кого коллектив считает лишним. Не менеджмент, а коллектив. Как только мы узнаём, что коллектив считает лишним честного, трудолюбивого, послушного, исполнительного, мы в этот момент узнали корпоративную культуру. Это суть корпоративной культуры. Кого коллектив считает лишним. Что им мешает? Да. Я работал три месяца на фабрике Ломоносова, фарфоровый завод Ломоносова в Питере. Да. Директор завода, член партии, госпожа Метелица, обманом меня туда трудоустроила, пообещала место психолога, а дала место грузчика. И я три месяца выпутывался из этого. И на третий день цех был механизированной росписи. 800 женщин, 7 мужчин. Когда соотношение полов такое, то женщины и мужчины не только не боятся, но даже и не стесняются. Поэтому раздевалка утром и вечером была везде. И я непривычный к такому после Балтийского завода. Я девчонкам вокруг говорю, говорю, девчонки, ну есть же раздевалка, ну идите там, переоденьтесь. И одна, прямо скажу симпатичная, сказала, не нравится, не смотри. И я просто стал смотреть туда, куда мне нравится. Я выбирал красивую, симпатичную и смотрел в ту сторону. И между одной из таких симпатичных у нас проскочила искра. Она подошла ко мне. Правда, вопрос, который она задала, я не ожидал. Она спросила, ты фарфор воруешь? Я говорю, нет. Она говорит, а зачем ты сюда трудоустроился? Я говорю, я психологом хочу работать. Она говорит, ты странный. Я говорю, а что, все воруют? Она говорит, ну да. Я говорю, и ты тоже? Она на ней сарафанчик, лето, сарафанчик. Она говорит, ну да, две чашки, два блюдца. Я говорю, извини, а вот где они? Да. Она говорит, ну когда захочешь, согласишься, решишь и воровать. Я тебе покажу, где мужчины его носят. Ну, я уволился раньше, чем меня победила корпоративная культура. Но на заводе Ломоносова я был тем человеком, в спину которого показывали, говорили, вон, вон, вон пошел. Вот он не ворует. То есть, я был там чужим. Когда я заходил в курилку… Все примолкали. Замолкали, потому что непонятно, кто я такой. Если я не играю по общим правилам, то я чужой. И вот суть корпоративной культуры в том, кого коллектив считает лишним, а сила корпоративной культуры – это та ярость, с которой коллектив избавляется от этих лишних. И задача владельца, менеджера – перехватить управление и назначить лишним самому. То есть, ты, владелец, коллективу говоришь, у меня не будут работать вот такие. Супер. И продавливаешь это решение. Воля собственника и воля руководителя. И таким одним из примеров, когда менеджмент взялся и выстроил корпоративную культуру вот через эту идею, это, я считаю, культовый банк, лучший банк России. Реклама возможна? Да. Это лучший банк России, лучший банк всех времён и народов. Это банк 24.ру, ныне точка. И Диаконов, который взял и выстроил корпоративную культуру. Сергей Вченбов. Молодец, да. Ну и Сергей, да. Они сказали, кому здесь не место. И это единственный банк, где нет высокомерия по отношению к клиенту. Слушай, вот я тебя слушал, а я же тоже сейчас постоянно в этих проектах, у нас получалось немножко по-другому. То есть, когда мы начали говорить, ну, то есть, мы про корпоративную культуру понимали, но у нас получалось, что когда мы начали говорить о ценностях, и вдруг ни с того ни с сего ценности стали каким-то, ну, не просто словом, а, например, месяц там ценности ответственности. И все высказываются на эту тему. У людей начиналось какое-то, значит, противостояние. И вот именно эти-то люди и ушли. То есть, получается, мы поставили, не выбрали не то, а мы выбрали. Главные теперь будут те ценности, которые мы объявили. Мы будем их придерживаться. Кому не нравится, пулемёт Максим. Да. Ну, можем перейти к ценностям. Давай, поедем. Надо сказать, что я ценностями интересуюсь практически 17 лет и пытаюсь в меру сил исследовать. И сейчас есть формулировка, которую я сам себе называю ценностное управление версией 3.0. Ну, начать надо с 1.0 же. Ценностное управление 1.0 – это понимание ценностей как фонарик, высвечивая часть мира. И если человек проходит по улице и замечает, что на этой улице 4 салона красоты, то это значит, что когда салоны красоты отражаются в его системе ценностей. Может быть, он о них думает, или у него… Ну, если не замечает, значит… Просто не попали в фонарик. И поэтому одно из практических следствий этого момента, предположим, вы принимаете на работу нового сотрудника. Скажите ему, что 10 минут у него есть, и отправьте его погулять по вашему офису. По офису, по ресторану, по отелю. Скажите, 10 минут погулять. Сейчас я освобожусь. Он возвращается, и вы у него спрашиваете, что он увидел. Если он говорит, я увидел, как все чётко работают, его система ценностей выделила, что все работают чётко. Если он говорит, что я заметил, что у вас в офисе полно незамужних девушек, его система ценностей выделила это. То есть, и вы фактически провели тестирование его системы ценностей. То есть, вы выявили без каких-либо сложных методов. Абсолютно. Если у вас на стене висят плакаты, что-то про ценности, а он прошёл мимо. А он прошёл мимо и не заметил, то значит, он не чувствителен к этим идеологическим штукам. И если вы сами себе можете рассказать, что вы помните в офисе клиента, то вот в этом рассказе и будет отражаться ваша система ценностей. Итак, ценностное управление версия 1.0 – это фонарик и выбор. Помните, видишь, распутье, налево пойдёшь, направо пойдёшь. Вот в выборе пути участвуют ценности. Поэтому мои, например, собеседования, они выглядят так. Я человека прошу рассказать автобиографию. Ну, обычно современные менеджеры говорят, Константин, вы просто плохо посмотрели, перед вами лежит резюме. Я говорю, это вот резюме хорошо. Расскажите о себе. Да, и говорю, пусть ваш рассказ начинается примерно так. Я, Харский Константин Викторович, родился 18 мая 63-го года в семье медицинских работников. Человек понимает, начинает рассказывать автобиографию, а я в его рассказе ищу моменты, когда он совершал выбор. Вот он мог остаться жить в Романовке, Саратовской области. А он переехал. А он поехал в Питер. То есть, это выбор. В Питере он мог поступить куда угодно, а поступал в корабел. Слушай, ты знаешь, я вспомнил одну секунду, я как раз сейчас был на Малой Родине, и случайно, я банковскую систему, в которую просто 17 лет попал случайно, зашёл по, мне нужна была карточка, и управляющая офиса мне сказала, слушай, у меня тут есть вакантное место, приходи, а я в то время в Штатах поучился, а она взяла доп. офис на обед, закрыла курочку, достала, тапочки надела. Я приехал в Хабаровск, там мы сняли видео, и говорю, где тут у вас принимают на работу на замуправляющих? Я говорю, ну пройдите в отдел кадров, я говорю, пишите автобиографию. Я написал, уехал, говорю, слушайте, мне некогда, у меня дела тут есть в Хабаровске. Мне звонит потом секретарь, говорит, слушайте, вас хочет представить правление, Сергей Николаевич Власов, он ещё неизвестный человек, он ещё был молодой тогда, он говорит, слушай, я подчисал твою биографию 16 раз, написал слово «успешно», ты когда на работу готов выйти? Это было примерно наше собеседование. Я первый раз её в жизни писал, эту автобиографию. Да, 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 это прекрасный инструмент, забытый. Ценностное управление версия 1.0, это фонарик и выборы. Ценностное управление версия 2.0, ценности внутри нас существуют, в том числе в форме вопросов, которыми мы задаёмся. Вот у нас в голове крутятся вопросы, мы всё время к ним возвращаемся. Что ты, кто ты? Да, если мы узнаём, какими вопросами заморочен конкретный человек, мы в этот момент, ну как, он уже эти вопросы и задаёт, и... То есть, просто наблюдение, опять наблюдение? Да, да, только наблюдение. И как только мы начинаем спрашивать, он начинает нас... Схлопывается. Он социально ожидаемые вещи будет. Только наблюдение. И, ну, может быть, интервью, в том смысле, когда ты покупал этот автомобиль, ну, какими вопросами ты задавался? Он говорит, ну, меня всегда будут пропускать, там, все будут уходить с моей полосы. Ну, нормально, вот этими вопросами он задаётся. Экскаватор? Да, 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 танк, без башни. И ценностное управление версия 2.0, я, конечно, книжку никогда на эту тему не напишу, потому что всё ценностное управление версии 2.0 я ужал до одной фразы. Одна фраза. Как книжку написать из одной фразы? И эта фраза звучит так. Масштаб личности определяется вопросами, которыми эта личность задаётся. Очень классно. И я на своих встречах обычно в этот момент говорю, девчонки, прямо сегодня приходите домой, сажаете мужа перед собой и, глядя на него, пытаетесь понять, какими он, зараза, вопросами задаётся. А потом постепенно вводите ему в мозг новые вопросы, которыми он не задаётся. Чтобы расширить масштаб его личности. Да, да, да. Так, а что делать, если это мужчина? Не работает. Есть три способа управлять женщинами, ни один не работает. Я работаю. Пожалуйста, придумай инструмент. Пока вот ничего не получается. Значит, и ценностное управление версия 3.0. Ценности внутри нас и внутри компаний живут также в форме правил, которым мы следуем. Если мы узнаём правила, которым следует человек, за этими правилами стоят ценности. Вот мы смотрим, как он кушает, как он паркуется, как он ездит. Из этого всего... Какой порядок на столе. Абсолютно. Но это тоже надо интервьюировать или тоже наблюдение? Вот если интервью, то это должно быть интервью такое, чтобы человек сознательно думал, что его интервьюируют по поводу словарного запаса. Ну, как я иногда провожу на собеседованиях такой тест. У меня есть специальный рисунок. Этот рисунок из стандартной библиотеки Windows 3.11. Это чёрт знает какие годы. Там на рисунке мальчик, свинья, удочка и морковка. И они все вместе бегут в одну сторону. И я человеку говорю, вы идёте вот на такую профессию. Например, вы идёте на портье. Человек говорит, ну да, я иду на портье. Я говорю, вот. Поэтому нам надо проверить ваши лингвистические способности. Что такое лингвистические способности, я сам не знаю. Но с этого момента человек думает, что его проверяют лингвистические способности. То есть поставили, закрыли. Да, я его сознание отвлекаю. Я говорю, вот рисунок, дайте название, перечислите действующих лиц, дайте им психологическую характеристику, что было до этого, что сейчас и чем закончится. Люди начинают говорить, мальчик гонит свинью на ферму. Я говорю, вы всегда не выполняете распоряжение руководителей? Человек говорит, как? Я говорю, ну сначала надо название дать. А, да. Летний день. Мальчик гонит там, да-да-да-да. Действующие лица. Мальчик и свинья. Я говорю, а морковка? Это тоже действующее лицо. Человек дает ему психологическую характеристику, рассказывает все. После этого я говорю, представьте, что здесь на картинке изображена такая метафора. Кто-то кем-то при помощи чего-то управляет. Ну, это обычная жизнь. Человек говорит, ну да, представим. Я говорю, какую роль вы хотели бы занять? Ты, наверное, не удивишься, но 94% выбирают мальчика. Так и я. 3% свинью и 1% морковку. Да. Когда человек выбирает мальчика, я ему совершенно серьезно говорю, извините, собеседование завершено, нам нужна свинья. И смотрю на реакцию. Большинство людей говорят, идите на фиг со своей семьей. Больше всего мне нравятся ответы, когда человек говорит, напомните, какой у вас пакет вознаграждения. Я говорю, ну вот там. И готов быть свинью. Да, да, да. Ну, нет, подожди, свинья. Это кто-то кем-то при помощи чего-то управляет. То есть, готов ли ты быть управляемым? Ну, и мной управляют. И тобой. Парадигмы. Мы всегда в парадигме. Кто-то нами, а кто-то кем-то мы. Конечно. И если человек этого не признает и говорит, что я никогда не подчиняюсь, ну, а зачем надо? Даже владельцы бизнеса порой нет-нет, да и подчиняются. Нет-нет, да и да. Знают такие истории. Да, там возьмут уголовному кодексу подчиняться. Подчиняться или выезду за границу. Да, да. Вот. Поэтому третьей формой существования, нет, третьим способом описать ценности являются правила. И что касается корпоративных вещей, вот описание правил, пожалуй, самый перспективный способ понимания корпоративных ценностей. То есть, фиксирование из, то есть, сейчас. Да, ты к ним приходишь, и ты можешь гарантированно быть уверенным, что они уже живут по правилам. Уже. Сто процентов, конечно. Они сложились, это уже самостоятельный организм. Да. Некоторые правила ведут их к цели, некоторые правила позволяют им сосуществовать, там, разные группировки, там, например, в одной компании я пришёл туда как консультант, но меня представили как сотрудника, ну, так было проще. И на четвёртой минуте пребывания в офисе ко мне подошла женщина, села рядом, положила свою руку тёплую на моё колено, сжала его и сказала, ты с кем? Я говорю, варианты. Говорю, в смысле? Она говорит, ну, у нас есть две группировки. Одну возглавляю я, вторую возглавляет вот та женщина. Нет, не директора, вот та женщина. Ты с кем? Я говорю, можно я сам по себе? Она говорит, не получится. Она не знала, что я консультант. Она говорит, не получится. Я говорю, ну, дай время хоть и одуматься. Первый рабочий день. Я пошёл на первый перерыв в кофе, подходит вторая женщина и говорит, первая подходила? Я говорю, подходила. Предлагала? Я говорю, предлагала. Она говорит, что решила? Я говорю, хочу попробовать сам. Она говорит, не получится. И потом она мне вторая разъясняет, вот говорит, смотри, ты выступаешь с какой-то идеей, если ты в моей группировке, я твою идею поддерживаю, а та группировка твою идею критикует, генеральный сидит и смотрит, то есть, выдерживаешь ты критику, твой проект выдерживает критику противоположного плана, если выдерживает, значит, что-то есть в этом. А если в той бы ты группе был, то эти бы критикалы. Да, да, а говорит, если ты не с кем, то мы тебя будем критиковать за двух сторон, тебе это надо. Я говорю, ну вот так. Всё ясно. То есть, ты правила узнаёшь, переступив пару к кампании. Я это вот называю ограничивающие штампы и убеждения. То есть, я их спрашиваю, а что вам, как вы попали-то вообще в эту ситуацию, которая вы есть? Ну, типа, ты знаешь, меня за это не уволят, ты предложил, ты и делай, то есть, вот это всё. И мы собираем их, знаешь, на пачку презентаций хватает. Да, и главная проблема кампании вот в плане ценностного управления, а мы сейчас говорим про него, это в том, что они живут по правилам, которые не осознаются. Вот если бы они написали список этих правил и посмотрели, чему они следуют, они бы сказали, да это средневековье. Тут не хватает только черновидческих жертв. Палача, да. Да, и ревизия правил, которые мы следуем, это одна из задач ценностного управления. То есть, освободиться от балласта. Что-то у нас может тянуться со времён докомпьютерной эры, где нужна была, как это называют, мокрая печать и живая подпись. Что-то тянется, там, пришёл финансовый директор, принёс свои правила, потом мы узнали, что он подлец, мы его уволили, а правила-то остались, никто же не помнит, что это его. Это что его, что он был автором. Поэтому первое, что надо сделать, это сделать ревизию правил. Что второе? А второе, это нужно понять, куда нас эти правила ведут. Например, я такой, конечно, поверхностный бытовой пример. Есть корпоративная стоянка, на корпоративной стоянке есть место, которое никто не занимает, потому что это место владельца. Вот это правило, правило. Но оно прибавляет нам денег в баланс? Не прибавляет. И тогда современные компании, я не знаю, XX сделали, Y или кто-то, они начинают сомневаться в необходимости таких правил. Потому что мы тратим энергию на статус. То есть, если есть парковка владельца, то, значит, есть ещё какие-то статусные правила. Я помню, ты знаешь, тоже, не помню, в какой книжке, они тоже посвящённы ценностному управлению. Собственник в конце, это иностранная компания. Слушайте, я реально очень много понял. Вот смотрите, берёт бейджик, я просто сотрудник. Сегодняшнего дня никаких корпоративных парковок, ничего. Мы просто все равны. Да. И второе, первое, мы избавляемся от балласта. Второе, мы каждое правило, которое остаётся, мы прогоняем через сито вопросов. Приносит ли это правило благо для компании? Это не обязательно прибыль, но это может быть правило для укрепления на рынке, для имиджа. Класс, а как теперь, например, если мы ведём к ценностям, мы же можем их идентифицировать? То есть, честность, порядочность, дружелюбие, например. Они откуда берутся? Как их сделать корпоративными? Как люди сделают так, чтобы они стали жить по ним, что ли? В одной компании владелец на уровне физиологии не переносит ложь. Честность или правдивость? Он ложь не переносит. А как это за фикси в слове, в русском? Сейчас, это другой вопрос. Если он узнаёт, что ему солгали, он избавляет себя от общения с этим человеком. И если мы хотим, чтобы нормальные люди смогли с ним работать, мы им просто говорим. У нас есть правило. Нельзя врать. Врать нельзя. Ты можешь сказать, я не могу ответить вам на этот вопрос, ты можешь промолчать, врать нельзя. Если тебе задан прямой вопрос, ты должен на него ответить или сказать, извините, я не могу ответить. А ты поправил конституцию. Да, да, да. И это есть способ донесения ценностей. Быть честным. И люди знают, да, и мы им приводим примеры, когда люди с высоких постов увольнялись, когда люди на линейных должностях не росли, потому что были пойманы на лжи, и всё, и эта ценность заработала. То есть смотри, шаг первый, мы формулируем правила на основе этой ценности. Второе, мы показываем в реальной жизни примеры, когда это правило работает. Что мы человеку показываем, это не тезис, это наша реальная жизнь. Вот видишь фотография? Мы его уволили, потому что он соврал, сказал, что смотрит сериал «Моя вторая няня», а не знает, кто режиссёр. Всё. И вот теперь думай, за свои слова придётся ответить. То есть необязательно корпоративными ценностями могут быть ценности самих людей? Не обязательно. Но они могут их придерживаться, если правило работает, и есть как поощрение, так и результат наказания. То есть возвращаясь, а пряник, опять без пряника, то есть только как бы пулемёты, шашка и сабля, ой, плётка и сабля. Но пряником может быть сами правила, которые упрощают жизнь. Тебе так близко, так здорово жить по этим правилам, что это само по себе пряник, тебе больше никуда не хочется. Ты знаешь, меня больше всего поразило и прям тронуло в самое сердце твой посталац, который в первых строках книги, что люди, не понимая правил, начинают думать, а я так думаю, или мне так кажется лучше. МКТЛ. МКТЛ, мне кажется, так лучше. А как сделать так, чтобы все знали, что не ему так кажется, а вот мы чётко знаем, как надо, и все должны делать так. Значит, я так не хотел выдавать эту тайну, прям, ну ты тисками вырвал. Давай будем считать, что это мой подарок тебе на день рождения. Значит, смотрите, этот метод донесения ценностей, донесения правил, он должен использоваться в самом конце, когда уже ничего другого, то есть всё перепробовал, и вы должны знать, если не сработал этот метод, всё, пулемёт Максим, то есть больше вы ничего не можете сделать. Значит, смотри, способ, методология донесения правил. Ты подходишь к сотруднику, кладёшь ему руку на плечо, ну или на предплечье, ну, в общем, если это женщина, то как бы надо так аккуратно, потому что потом, знаешь, эти истории страшные. Итак, ты подходишь к сотруднику, обязательно надо его коснуться, это принципиально важно. Смотри, пока ты человека не коснулся, он может на тебя смотреть, а сам быть там, где-то на островах. То есть ты его включаешь. Да, он может не с тобой быть, он смотрит на тебя, привычно кивает, но ты не уверен, что он тебя слушает. С женой так не работает? С женой вообще ничего не работает, ни один из методов, которых, я говорю, не работает с женой. Значит, смотри, когда ты касаешься человека, он такой, ах, что ты меня куда-то трогает, и он возвращается внутрь себя. То есть если ты его касаешься, ты можешь быть уверен, что он сейчас там, внутри. Будем считать, что за предплечье касаешься, за плечо так касаешься, смотришь ему в глаза, поотечески наклоняешь голову и говоришь, у нас так не принято. И так покачиваешь голову, у нас так не принято. Если человек этого не понимает, всё, пулемёт максимум. Хорошо. Это последний шанс. Вот это на самом деле так работает. Я на выступлениях, я часто рассказываю, я работал на Балтийском, и моя бригада перевыполнила план, мы сделали работу, которая должна была быть сделана за три месяца, мы сделали за месяц. Ну, так получилось, просто так получилось. И меня вызвал начальник цеха, я шёл туда на полусогнутых, потому что начальник цеха на Балтийском заводе – это величина. Я не знал, кто генеральный секретарь партии, но я знал, кто начальник цеха. Я шёл и думал, ну, наверное, он скажет, что я молодец. Ну, так потрепет по щеке, так потрогает, наверное, письмо родителям напишут. Ну, буду честен, а медальки думал. Ну, медальки. Маленькие. Маленькие. Медальки, да. Я захожу. Ну, правда, там и маму вспомнил, много чего сказал, но в таких словах выражался, что я думаю, что, наверное, медальки не будет. Коротко говоря, его речь была примерно такой. Как я тебе могу заплатить 750 рублей, меня же коммунистическая партия из коммунистической партии исключит? Бери своих охламанов, он имел в виду бригаду, иди на корабль, ныкайся там, и чтоб тебя никто не видел. Два месяца. Два месяца, а я тебе буду выплачивать. Я выхожу из кабинета, стоят три бригадира из моего цеха. Говорит, пойдём поговорить надо. Ну, я не знаю, как тебе, мне два раза такое говорили. Первый раз я играл в ансамбле. Это у нас, я вспоминал, когда он был в школе, когда мне говорят, пойдём поговорим, это значит, что ты сейчас получишь. Да, ну, у меня было так, я на гитаре играл в ансамбле, и мы приехали в колхоз концерт давать, и после концерта один колхозник говорит, пойдём поговорить надо. Ну, я, честно говоря, подумал, что он аккорды хочет записать. Не, аккорды он не стал записывать, просто ударил. На девчонку его смотрел, как-то не так. И эти тоже, говорят, пойдём поговорить надо. Думаю, ну, какие аккорды, они даже не знают, что я на гитаре играю. Заходим за угол, они говорят, ещё раз перевыполнишь план, мы тебя заварим на корабле в какую-нибудь шкеру, и ты будешь плавать с этим кораблём пожизненно. Ты, говорит, ты вот когда-нибудь уволишься, будешь интервью на радио давать, а нам всю жизнь потом по твоим расценкам поработать. И ты знаешь, я, в общем-то, всё сразу понял. Моя бригада больше никогда не перевыполняла план. А могла ведь. А могла. То есть, коллектив быстро доносит правила, по которым надо работать. Знаешь, я вспомнил удивительную вещь, в пор своей молодости, опять же, вот у меня, знаешь, сейчас идут такие воспоминания, я, видимо, открыл эту шкатулку моим партнёром, когда я, достаточно, у нас была серьёзно крупная фирма, потом мы разорились, и человек, который мне помог вновь встать, Анатолий Михайлович Урсин, у него были зоомагазины. И вот он говорит, Рома, ты представляешь, я беру новую продавцу, продавца на работу, и потом они мне говорят, Анатолий Михайлович, вы знаете, что ко мне же в первый день подошли и показали пять способов воровства на кассе. То есть, получается, мгновенно всё. Вот они ценности, вот корпоративные правила, и вот тут же можно понять, какими вопросами они задаются. Можно ли здесь воровать, как, легко ли, и прочее. И вот в этом всё ценности. И главная задача менеджера – переустановить правила. Есть ещё одна вещь про ценности, которую, наверное, стоит сказать. Когда человек, когда компания исследует свою систему ценностей, если по результату исследования они оказываются довольны, это значит, что они смогли себя обмануть. У человека, который не занимался систематически анализом, выстраиванием своей системы ценностей, когда он узнаёт свою истинную систему ценностей, у него должно быть огорчение. Шоп. Да, как минимум. Почему? Потому что у нас есть единственный ресурс, невосполнимый, это время жизни, и мы его можем расходовать тремя способами, мы его можем инвестировать, мы его можем тратить и терять. И когда мы узнаём свою систему ценностей, мы узнаём, сколько времени потеряно. Нам осталось. Да, потеряно. И потеря – это так провести все уроки химии в школе, что вообще не помнить валентность. Ты знаешь, что такое валентность? Помню. Это цифра вот эта, которая, плюса-минуса вот этого ядра, электронного. Хорошо. Слушай, я даже… А формулу спирта можешь набросать? СОЖ там 6, ОЖ там. Ты не зря в химию ходил, а я вообще не могу. Если меня будут пытать, я ничего не смогу сказать по-немецки, а я учил немецкий. Ну, Хмедехов уже не в счёт. Я-я-я. Да, я недавно… У меня есть знакомый немец, я недавно с ним встречался в Турции, и снова его посмешил. Он говорит, а вот Константин немецкий знает. Я говорю, да, я знаю фразу «Их бен Костя, их бен свёрф, я реальт». В свободном переводе, меня зовут Константин Викторович Харский, мне 11 лет. Костя, буквально, да. Время пролетает незаметно, ты видишь, что эфира осталось там 5-6 минут. Скажи мне, пожалуйста. А что, потянуть никак нельзя? Что там у меня? Смотри, вот мы изучили ценности, которые есть, изучили правила корпоративной культуры, но собственник-то хочет другого, он хочет, чтобы что-то изменилось, чтобы эффективность компании стала больше. Как туда что-то добавить? Или надо работать с тем, что есть? Вот это главный вопрос. Да, это хороший вопрос. Если можно сказать на миллион, то значит на миллион. Зачем нам нужны книжки о том, как работает компания Запас, как работают другие вдохновляющие, великие компании? Посмотреть, что может быть? Мы можем обратиться к опыту Apple и понять, а какие правила привели их в то место, где они есть. Я долго пытался понять, какая главная ценность может быть у Apple. Я даже сомневаюсь, что они сами её выявляли. Ты почувствовал её, да? Ты знаешь, когда я приблизился к пониманию, то мне на глаза попалась книжка, и я прям упал посреди книжного магазина. Какая? Дело в том, что на книжке была написана главная ценность Apple. И я подумал, вообще, знаешь, я тоже это важно хочу сказать. Это оттуда нам присылают эти знаки? Сейчас, сейчас. Когда компания находит свои настоящие ценности, то это должна быть тайна-тайн. Их нельзя на стену вешать. Ты нашёл свою сердцевину. Конкурентное преимущество. Да. Ты должен это упаковать в ничего не значащие слова, типа клиент-ориентированность. Но все должны понимать другую. Не все. Все должны понимать трактовки, но не истинные ценности, потому что их повторить тогда можно. И когда я подумал, что я выяснил истинную ценность Apple, появляется книга с названием «Безумно просто». Эту книгу пишет человек, который делал рекламу для Apple. Возможно, истинная ценность Apple – это делать безумно простые вещи. Те вещи, которыми мой трёх-двухлетний внук может пользоваться и находить свои мультики сам. Абсолютно точно. Теперь смотри, если мы на этом опыте находим, что возможна истинная ценность делать простые вещи, мы можем сформировать набор правил. И там в книге автор описывает, когда к Джобсу приходили инженеры и показывали свою разработку, он говорил «Парня, а можно проще сделать?» Я помню. Во многих книгах о Джобсе пишется. Инженеры говорят, да нет, это вообще проще некуда. Ты знаешь, вот этот жест смахивания «Отвечай на телефон». Я помню в одной из книг о Джобсе, он проводил совещание, говорит, как нам сделать так, чтобы человек легко ответил. Было тысячи вариантов, а всех были кнопки, что никто не умеет. Говорит, надо что-то такое, естественное, что-то естественное. И вот это естество, оно у кого-то там родилось. Вот оно. Да, оно родилось, потому что было правило, давайте убьёмся, но найдём самое простое. Самое простое. Потому что сделать сложный интерфейс, даже я могу. Да и заплати мне денег, я тебе сделаю сложный интерфейс, запутанный, вообще ужасный. Так смотри, мы берём книжку про Apple, читаем и пытаемся выделить оттуда правила, которые Apple привели в то место, где Apple есть. После этого мы начинаем это правило внедрять в своей компании. Сначала на своём уровне, если это первое лицо. Он на своём уровне, это правило с секретарём, с замами, со всеми, кто с ним общается. Это правило прижилось, и потом начинает продолжаться. Продолжаем, продолжаем. Да, да, да. И оно как бы как метка окрашивает весь коллектив. И кто-то это правило не принимает. Ты подходишь к нему. Не-не-не, ты же забыл. Подходишь, кладёшь руку на плечо, наклоняешь голову по-отечески. У нас так не принято. И всё, и должны понять. Супер. Костя, расскажи буквально, может быть, в завершении нашей программы. Во-первых, ты знаешь, я получаю истинное удовольствие, потому что всё, что ты говоришь, оно настолько откликается во мне, настолько мне интересно, и я надеюсь, интересен нашим слушателям. И если человек… Знаешь, я всегда говорю, что тренинг уже давным-давно идёт. Имеющий уши, да услышит. Берите наше видео, ставьте на паузу. Ты столько сказал, что просто можно под конспект, и консалтеры отдыхают. Ты расскажи немного буквально о себе. Я знаю, что у тебя книга скоро выходит, и ещё, ещё, ещё. Ты очень интересный человек. Ты рассказывал, что ты сторитейлер. Помнишь, как ты сказал, что я всё время рассказывал, а оказался на профессии. Да-да-да. Всю жизнь рассказываю истории про книжку. Расчётная дата 18 декабря. Выходит из печати седьмая книга. Разыграем, давай? Да, давай. Кто в наших социальных профилях, в Фейсбуке, у Кости или у меня напишет нам какой-нибудь интересный вопрос, или вообще просто мы готовы подарить эту книжку своим персональным автографом, да? Да. Книга называется «Большая перемена». Это практически художественная книга с героем, с любовью, с перипетиями. Это книга о том, как обычный человек превращается в продавца. Что происходит внутри. Что меняется внутри. Внутри, да, то есть… Трансформация происходит? Да, потому что, когда мы говорим об учении продавца, мы говорим о внешних навыках. Если он внутри не меняется определённым образом, то никакая техника продаж не делает его продавцом. О себе немного, два слова. Как ты себя поддерживаешь в тонусе? Что ты делаешь? Чем ты планируешь заниматься? Ты мне сегодня поздравил, пожелал. Я тоже хочу пожелать, потому что я уверен, что мы через год там встретимся, чтобы посмотреть, что изменилось. Что бы ты себе какие задачи поставил бы на год? Ты знаешь, больше всего я получаю удовольствие от того, когда встречаюсь с людьми и компаниями, которые произвели перемены. Вот они были такими, стали такими, да. И вот их счастье от того, что они смогли изменить свою жизнь, это, конечно, подпитывает, я бы даже сказал, на годы подпитывает. И тоже таких и примеров много. И, ну, я там вчера рассказывал, вспоминал, у меня был эксперимент, я по Питеру повесил объявление, куплю ваши проблемы и номер телефона. И люди звонили, говорили, как проблема? Ну, так, за деньги. А сколько стоит? Ну, рассказывайте, что за проблема мы купим. И люди приходили ко мне, это был 1993-1994 год, рассказывали свои проблемы, я говорил, ну, эта проблема стоит там 15 рублей. Чего, как 15 рублей? Я же 10 лет ей страдаю. Я говорю, подождите, если вы хотите от неё избавиться, то 15 рублей нормальная цена. Если вы хотите продолжать наслаждаться этой проблемой, так оставьте себе и пользуйтесь. И большинство людей соглашались на 15 рублей поменять. Я колл деньги на стол, и ты бы видел лица, с которыми человек эти деньги брал. То есть, в нём такая перемена. Радал проблему. Да, в нём перемена прямо на лице была. Жалко, видеокамер не было. Это вообще было бы ужас. И некоторые люди приходили через несколько дней просто физически не узнать. Менялось, тонус лица менялся. И, конечно, вот это самое интересное. Но работать с одним человеком – это одно, а попробовать поменять как бы более массово, если так можно сказать, это другое. И один из способов менять массово – это книги. Это правильно. Если ты можешь, ты тоже должен писать книги, обязательно должен писать книги, потому что это в том числе инвестиция. Ты оставляешь о себе и свой опыт оставляешь вот в таком... Пожелаем друг другу встретиться через год. И обменяться книжками. И обменяться книжками. Отлично. Дорогие друзья, я провел невероятное утро сегодня с Константином Харским, потому что мы поговорили о важнейших вещах, это и для человека, и для компании, и для каждого из вас, персонально смотрящего сейчас наш эфир, или смотрящего нас в записи. Поэтому смотрите, учитесь, развивайтесь и будьте счастливы. Это был бизнес-завтрак с Константином Харским на радио Медиаметрикс. Пока. Пока. Субтитры подогнал «Симон»